Всем привет! Сегодня я буду печь штрудель. Для теста мне понадобится 250 грамм муки, 125 грамм воды, 2 столовые ложки масла подсолнечного, 1 яйцо, щепотка соли. Для начинки где-то 150 грамм изюма, грамм 100 орешков измельченных, у меня арахис, но можно взять любые, ложка столового сахара и 4 яблока. Лучше взять кисло-сладкие. Ну и количество яблок тоже, это от вашего вкуса зависит, сколько вы захотите, сколько начинки вам нравится. Если нравятся сочные начинки, значит побольше, если не очень, тогда меньше. Так, приступим к тесту. В мисочке смешаем воду, вода холодная, должна быть не тёплая. Так, разобьём сюда яйцо. Выльем масло. Сразу скажу ещё, что муки понадобится в процессе больше, а потом покажу почему. Это сначала, это у нас такое начало такое. Всё это размешаем. И добавляем муку. Так, всё, замешиваем. Хорошенько вот это вот вымешиваем. В одну массу такую. Это основа нашего теста будет. Вообще можно штрудель печь и слоёным тестом. Но там ещё присутствует масло. Сливочное его очень много. И это будет более калорийно. Мне нравится больше такой рецепт. Ну, вот у нас похоже, что всё вымесилось. Теперь 3 минута начнем. Уберём всё со стола. И будем месить тесто. Для этого мы припыливаем стол мукой. Хорошенько, побольше. Потому что тесто оно должно быть крутое. Вот так. Теперь основу нашу вливаем сюда на муку. Всё. И, как всегда, как любое тесто, начинаем вымешивать потихоньку, потихоньку. Замешиваем муку в это тесто. И месим до тех пор, пока наше тесто не станет эластичным. Продолжаем дальше. Добавляем муку ещё. Тесто становится круче. Видите, какой он становится? Ну, вот так вот и месим, весим, месим до тех пор, пока оно перестанет прилипать к рукам. Так, ну что, вот мы вымесили тесто. Посмотрите, какое у меня оно получилось. Так, постепенно-постепенно вмешиваю в муку. Вот такое эластичное, упругое оно получилось. Мягенькое. Так. А теперь дальше что делаем? Вот у меня тут тарелочка. Я её немножко подогрела. Она у меня тёпленькая. На руку берём немножечко подсолнечного масла. И смажем это тесто так вот. И положим в эту тёпленькую тарелочку. Я накрываю. Можно накрыть второй тарелочкой. Тарелочкой я накрою плёнкой. И поставлю на 30 минут тесто отдыхать. А в это время я пока нарежу яблоки на начинку. Для начинки яблоки я нарезала. Сняла кожуру с яблок. Вынула сердцевину. И вот такими кусочками нарезала. Дальше. Тесто наше полчаса постояло. Сейчас мы его будем раскатывать. В тонкий пласт. Так, убираем это всё. Для того, чтобы проще нам было работать, на стол немножечко капнем подсолнечного масла и размажем, чтобы тесто не прилипало к столу. Вот так вот. Смажем. У меня, думаю, достаточно. Берём тесто. Выкладываем его. Сначала придавлю так. Ой, оно само в масле хорошо. Думаю, что проблем не будет. Скалку тоже желательно смазать маслом. Чтобы тесто не прилипало также и к скалке. Вот. Начинаем потихонечку раскатывать. Пласт теста должен быть тоненький-тоненький. Так, раскатываем, раскатываем. Сейчас я тоже буду это делать. И потом покажу, какой толщиной должно быть тесто. Вот какое тонюсенькое тесто получается. Вот такой толщины должно получиться и у вас. Я его так вот ещё можно натягивать с середины конца. Вот так вот распределять. Ну что, я думаю, что всё готово. Выкладываем начинку. Распределяем её во всему пласту теста. Может, яблок немножко маловато. Но я думаю, изюм и орехи компенсируют мою начинку. Так что, можно побольше взять яблок. Теперь орешки и сахар. Можно просто без орешков, без изюма, просто с яблоками сделать. Всё. Теперь попробуем закручивать наш улетик. Так. Видите, какое тесто тонкое? С ним надо очень аккуратно работать. Я немножко оставила здесь, что если вдруг дырочка какая, оно всё закроется. Так вот. Всё. Больше не заворачиваем. Концы рулета вот так вот отрежем, чтобы они склеились. И здесь. Тоже. И лишнее тесто тоже отрезаем, убираем. Теперь нам надо приложить наш штрудель на противень. Это такая ответственная минутка, чтобы он не порвался. Духовку включаем на 200 градусов. Выпекаем в ней штрудель полчаса. Дальше я скажу, что делать. Прошло полчаса. Достаю штрудель из духовки. Сейчас смотрите, что делаем дальше. Возьмём кусочек масла, смажем поверхность маселца. Так вот растопим хорошенько. Штрудель горячий, масло топится. Вот так вот. Обильно. Смазали. Дальше на это масло немножечко посыпем сахаром. И ставим в духовку ещё на минут 10. Если у кого есть верхняя горелка, конечно, лучше включить верхнюю горелку. Что я сейчас и сделаю. Продолжаем ещё выпекать. Минут 10. Ну, смотрим на поверхность штруделя. Если она такая становится золотистой, можно и выключать. Прошло 10 минут. Моя красота испеклась. Вот она какая. Я думаю, что штрудель это достойное угощение для долгожданных гостей. Минут 11. Минут 11.